Аграрный университет. Перезагрузка. И в каком райцентре области есть двор, как музей? Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Российское осетроводство в опасности. Красной нитью проходила эта мысль на третьей научно-практической конференции в Тюмени. Господдержка. Сохранение кадров. Защита рынка от конкурентов с Юго-Востока. Темы, которые обсуждались на встрече российских осетроводов. Будущей российской черной икры туманно, так считают специалисты. И в один голос. Рынок заполонил китайский продукт. Его качество сомнительно, но покупают же, потому что дешевые. Для примера, оптовая цена килограмма отечественной икры 25-30 тысяч рублей. Юго-Восточный – 12. Конкурировать почти невозможно. Осетроводы ждут защиты от государства. Осетроводство в Китае было государственной программой. И на сегодняшний день они не просто лидируют в осетроводстве. Они лидируют вообще в акукультуре. Китай сегодня производит 50% всей акукультуры мира. Российские осетроводы сдаваться не собираются. Находят новые формы организации производства, чтобы даже при такой жесткой конкуренции оставаться на плаву. Специалисты из Казани, например, предлагают создавать управляющие компании. Ведь разводить осетров – дело очень затратное и рискованное. Риски первого инвестора, который только начал заниматься осетроводством, снижаются, потому что ему не нужно содержать свою ветеринарную службу, ему не нужно содержать своих технических специалистов. Да и вообще он может арендовать какую-то часть, бассейн, два, а не создавать эти бассейны под крышей. Это дешевле и, соответственно, его риски минимизируют. А в Тюменской области богатый опыт. Осетров разводят три предприятия. И даже икра есть. Хозяйство «Сибирский осетр» в прошлом году получило 500 килограммов деликатеса. В планах – тонна. Продают в некоторых магазинах Тюмени, отправляют и в другие субъекты страны. Но рост производства небольшой. Для сравнения, если в 2016-м в регионе других рыб получили на 50 с лишним процентов больше, чем раньше, то по осетрам рост всего на 15%. На то есть веская причина. У нас в основном импортная корма. И понятно, что цена их выросла в рублевом выражении, а цена на продукт адекватно не выросла. Это существенный сдерживающий фактор. Предложения от участников научно-практической конференции передадут в правительство в надежде на то, что отечественное осетроводство все-таки ждет светлое будущее. В этом году птицефабрика «Тюменский бройлер» плотно займется обновлением основных фондов. Модернизация ждет системы энерго- и водообеспечения и водоочистки. Параллельно на предприятии планируют выпускать новые виды продукции, в том числе и в премиальном бренде «Рококо». Тем временем работа ветеринарных инспекторов теперь пойдет по заранее оговоренным пунктам. С этой новости начнем с сельские хроники. Проект проверочных листов обсудили на заседании Общественного совета по ветеринарии. Представлено 9 вариантов документов в зависимости от специфики сельхозпредприятия. Есть и общие требования. Например, обязательное ограждение территории, наличие санпропускников. Принять проверочные листы планируют в марте, а затем сразу разместят их на сайте регионального ветуправления. Он открывает интернет, смотрит, что ветеринарный инспектор будет проверять, какие позиции. Он посмотрел, он заранее это все знает. Инспектор знает. То есть у них алгоритм проведения проверки будет прописан. 20 социальных проектов галышмановцев получат гранты. Всего же на конкурсе «Культурная мозаика» подали 36 заявок. Поддержку получили уже раскрученные фестивали и совершенно новые проекты. В их числе проект «Раздельный сбор мусора. Вызов современности». Грант в размере 20 тысяч рублей решили направить на приобретение контейнеров для сбора бумаги, стекла, пластика и металла, а также на изготовление информационного баннера. Помочь в реализации этого проекта готово и местное коммунальное предприятие. Цель проекта – это, конечно же, организовать на территории сначала нашего поселка пункт раздельного сбора мусора. Ну а если же проект будет иметь положительные стороны, тогда реализовать его на территории всего Галышмановского района. Сувениры «Made in Zavodoukovsk» будут выпускать дети. Во второй школе появился лазерный станок. На нем можно вырезать различные детали из фанеры и акрила, гравировать по дереву. Все выполняется по чертежам, которые ребята создают с помощью компьютерной программы. Сейчас организуют обучающие группы по работе с векторной графикой. Это будет как одной из составляющих нашего направления по развитию у детей навыков 3D-моделирования, 3D-прототипирования и робототехники. Кадров на селе не хватает. Стало уже притчей в языцах. А выпускников вуза, которые приходят в хозяйство, едва ли специалистами можно назвать. Ну, это, к сожалению, факт. Похоже, время просто разговоров заканчивается. В аграрном университете началась перезагрузка. Такое редко можно встретить в зале «Цвет Тюменского агропрома» руководителей крупных сельхозпроизводств. Предприятия разные, проблема одна – кадровая. На встрече задали новый вектор решения этого вопроса. Для начала – создание базовых хозяйств аграрного вуза. Первым стал агрохолдинг «Юбилейный» «Директор и ректор». Пошли дальше. Подписали соглашение о сотрудничестве. Предприятие дает возможность выбора лучшего выпускника, возможность обучить этого лучшего выпускника своим технологическим процессом в процессе прохождения практики. Статус базового могут получить 35 сельхозпредприятий области. Самых передовых и крупных. Пышминская птицефабрика – одно из них. Острые нехватки кадров здесь пока не испытывают, но резерв всегда нужен. Готовы принимать студентов на практику, а еще дружить с местной наукой. Сейчас, которые мы проводим у себя опыты, мы проводим их на уровне не науки, а на уровне производства. Хотелось бы, чтобы наука в этом подключалась. Мы уже начинаем сотрудничать, и опыты будут совместно с наукой. Кстати, ученым и просто преподавателям вуза придется тоже пройти практику на этих самых предприятиях, чтобы потом учить студентов не только тому, что в книгах, а еще и реалиям производства. А потому что на каждом предприятии есть свои наработки. Например, рационы кормления животных. Эти данные лягут в основу обновленных учебных программ. Комментарий Владимира Чайметова, руководителя профильного департамента. Мы уже определили перечень наших преподавателей, определили, значит, четыре базовых хозяйства, на которых пройдет подготовка. Определили перечень вопросов и количество времени, которое необходимо этим преподавателям по окончанию стажировки для преподавателей. Те лекционные и практические занятия, которые будут в дальнейшем для студентов использоваться с точки зрения подготовки, эти материалы пересмотреть. И здесь уже в дальнейшем включаться будет вторая часть нашей работы. Из базовых хозяйств будем создавать рабочие группы в сфере животноводства, растеневодства, ну и так далее, тому подобное, по направлениям, чтобы как раз преподаватели, читающие дисциплины, вместе с практикующими специалистами и в практической плоскости смотрим, а какие есть современные методы, и где они изложены с точки зрения составления рационов или того вопроса, о котором идет речь. И постараться переработать учебные программы, актуальные по настоящий день. И задача, которая у нас стоит, коллеги, к первому сентября, учебный год 2017-2018, у нас должны быть обновлены учебные планы, программы в части подготовки наших ключевых специалистов. А вы были у Волынкина? Первый вопрос, который задали Викулова, когда речь зашла о народных умельцах. К нему надо только днем, когда светло. Настойчиво советовали. Все стало ясно, когда прибыли на место. С улицы дом вроде как дом, ворота как ворота. Но стоило их открыть... Двор Валерия Волынкина похож на музей. Сюда приходят то школьники, то гости Викулова. Сложно пройти мимо обворожительного кота или резного колодца с русалкой. Больше 30 лет назад, когда был на экскурсии на Украине, увидел работу мастеров. Понял, вот именно этого ему в жизни и не хватало. Сначала сделал деревянную люстру, кабинет. А потом как-то пришел ранее судимый, они раньше паспорта сдавали. И посмотрел, говорит, это кто занимался. Говорит, я листачок принес и показал. Горазился этой бедой и все. А сейчас вот плохо, что я рисовать не умею. Валерий Федорович служил в органах. От рядового до начальника УГРО, потом пенсия, но еще молодой. Работал юристом, страховым агентом, охранником и даже кружок вел резьбы по дереву и в сжиганию. Говорит, важно это, свое мастерство кому-то передать. Мы не встретим на работе. Ну, с работы, на вокзале парня. Ну, у меня обучел. Все, говорит, дядя Олег, спасибо вам, что это самое. Сейчас он на мебельной фабрике работает. Речечка наезжает, эти. Путевка в жизнь. Рассказывает, когда прикасаешься к дереву, оно как лекарство, лечит. Забирает плохое настроение, мрачные мысли. Для мастера Волынкина это не просто слова. У него была травма позвоночника. Если бы сдался, а он встал. Еле-еле добирался до мастерской и работал. С деревом, с камнем. А жена помогала. Она мне принесет кирпич, я пилю, страдал. На костылях ходил, не мог дома сидеть. Она мне не давала, я говорю, вот, убегусь, тихая. Она мне поднимет, на стол я пилю. Теперь на ногах и останавливаться не собирается. С деревом вроде уже на ты, теперь можно и на другой материал замахнуться. Хочу железом варить, гнуть железо. Вот я тогда, это самое, тем не менее выставка была, препараты загибая. Вот хочу все-таки это самое заняться. Тем более время есть и здоровье позволяет. Мясо, выращенное в пробирке, уже не новость. Правда, на полках магазинов его пока едва ли можно встретить. А вот искусственное молоко, говорят, уже может появиться в продаже в конце этого года, за рубежом. А там, глядишь, наступит время яичного белка, произведенного без участия кур. Подробно. Молоко растительное из сои, орехов, других семян. Их размалывают, смешивают с водой. Вкус на любителя. А вот молочные продукты из них не получить полностью от коров. Не отказаться. Ученые нашли такой выход. Берут генно-модифицированные дрожжи с фрагментами ДНК коровы. Получают белки и сыворотки и кизина. Смешивают с водой, растительным жиром, витаминами, минеральными веществами. И вот молоко готово. Кто пробовал, почти как настоящее. Яйца. А вот им найти искусственную замену куда сложнее. Подделывать их научились только в Китае. Технология получения та же, что и для молочных белков. Берут генно-модифицированные дрожжи, отделяют их от белков, последние смешивают с водой. До производства более сложных по составу яичных желтков дело пока не дошло. Но зато ученые уже демонстрируют безе, сделанное из искусственных белков. А вот о том, когда же эта технология пойдет в производство, пока вопрос без ответа. А мы давайте поддержим наших производителей натурального молока, мяса и яиц. А кто постится, присоединится после Пасхи. И на этом, пожалуй, все. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова